Привет! В GTA, как и в жизни, всё решают деньги. Без бумажек ты какашка. Нужно и пушку мощную купить, чтобы сильнее быть, машину подороже взять, чтобы быстрее быть, и курточку покрасивее, чтобы модным быть. Игроки днями и ночами играют, добывают деньги, кто-то накручивает, кто-то донатит, неважно. Суть одна. Все хотят купить и покупают своим персонажам всё самое лучшее. А персонажи от такого притока шикарных вещей уже давно избаловались и охренели. Они привыкли, что у них есть всё. Такси им уже не надо, подавай вертолёт с шампанским, машину за него припаркуй, посуду помой, то принеси, то унеси, беспредел. С этим нужно что-то делать. Пускай попробуют пожить без денег, прочувствуют жизнь. У Рамины на счету осталось чуть больше миллиона долларов. Я просто оставлю её с этими деньгами и новой специально зарабатывать не буду. Посмотрим, к чему это приведёт. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и докатились. Своим бездействием в данной ситуации я убью сразу двух зайцев. Проучу Рамину и сниму видео с экспериментами, каково это находиться в GTA Online без денег. Купить персонаж, понятное дело, уже ничего не сможет. Каждый раз будет высовываться сообщение на весь экран с предложением задонатить. Даже при попытке купить газировку за один доллар. В магазине хотя бы можно украсть конфеты с прилавка. Впервые в жизни мне это пригодилось. Но вот спереть банку газировки из автомата или футболку с вешалки в магазине нельзя. В игре, где можно воровать машины и грабить банки. Сообщение о донате не выскакивает только при попытке заехать на автомойку. Там просто говорят, что не хватает денег. И в музыкальном автомате. В банкомате нельзя ни пополнить счёт, ни снять деньги со счёта. Кредит не дают. Если мы угоним машину, которая есть в списке Симона, нас про это проинформируют. Но также напомнят, что денег на перекраску у нас не хватает. Как мы знаем, каждые игровые сутки с нас списывают деньги за коммуналку и зарплаты работникам. Сейчас с нас уже ничего списать не смогут. И мне интересно, к чему это приведёт. Выселят, отключат свет или деньги уйдут в минус, как в GTA San Andreas. Мне пришло сообщение о том, что не хватает денег на оплату коммунальных услуг. И что я не могу больше пользоваться душем и телевизором. Не очень-то и страшно. Я в этот момент находился в казино и решил проверить, работает ли душ и телевизор в пентхаусе. Телевизор я спокойно включил, как и помылся. Видимо, за пентхаус платить не надо. Поехал к своему дому и там ограничения уже были. Телек не работает, не заплачен взнос за обслуживание. Воду отключили, в душ не сходить. Но кроме этого, ещё нельзя пользоваться радио, в доме больше не играет музыка. И нельзя выйти в интернет через ноутбук. В гараже точно так же все эти электроприборы не работают. Пишут, что я не заплатил за электричество. Не заплатил за электричество. Придирка, конечно. Но если прорабатывать деталь с оплатой коммуналки и отключением света, то следовало бы и само освещение отключить. Разработчики умеют это делать. Ограбление казино тому пример. На яхте тоже нужно оплачивать коммуналку. Какого хрена я должен на яхте платить за воду? Набирай себе сколько хочешь и иди мойся, капец. А джакузи, кстати, работает. Тут какая-то особенная вода, наверное. Плата за свет здесь тоже непонятно зачем есть. Лишь бы побольше с нас списать. С бизнесами ситуация мне не совсем ясна. Мы за них платим. Но когда у нас нет денег, они продолжают функционировать, как и функционировали. Работники никуда не уходят, а сидят и послушно ждут ваших указаний. Не важно платите вы им или нет. Я доставил сырье в бункер. Кстати, миссия была интересная. Впервые такая выпала. Поделал пару фоток. Куда без них. Доставил сырье и мои рабы начали работать. С байкерскими предприятиями все точно так же. За что я тогда плачу деньги? Если можно не платить и ничего не изменится. Мне понравилось, как многие знакомые начали кричать на Рамину по телефону. Как только она оказалась на мели, к ней резко изменилось отношение. Только капитан яхты врал, что нет лодки, нет вертолета. А на самом деле просто не хотел задеть Раминку. Тут мне насыпали две тысячи за хорошее поведение. И я срочно отправился от них избавляться. Накупил себе шортов и трусов, а остатки добил конфетами. Предлагаю послушать еще телефонных реплик. Механик тоже слился. Деньги мы ему не завезли, и машину он нам привозить не будет. Вежливо стараются отвечать только работники крупных компаний. Решил проверить еще и Morse Mutual. Взорвал свой нелюбимый мотоцикл и получил вежливый отказ от страховой. Прощай, Пегаси Вортекс. Если позвонить Тому по пентхаусовскому телефону и попросить что-нибудь платное, он тоже будет отмазываться, говорить, что сейчас это невозможно, но прямо нам не скажешь, что у нас нет денег. В телефоне все превратились в грубиянов, фигнорщиков, ажматов и лугунов. Если у вас на счету пусто, такси даже не возьмет трубку. Лукин гуд, босс. Еще один брехун. Смотри, как дергается. Понял, что фигню сморозил. Рамине повезло, что у нее есть верные друзья с деньгами, которые помогут в трудный момент. Друг может вызвать и оплатить вам такси, но в таком случае ему придется поехать с вами. Или вы можете сесть в машину сами, но по приезду вам дадут две звезды за то, что кинули таксиста. С душем друг тоже может помочь решить проблему. Если у него оплачена коммуналка, помойтесь в его доме, если он разрешит. А после душа можете вместе телек посмотреть. Проблема с личным транспортом и оружием тоже решаема. В игре полно бесплатных вещей, включая машины, оружие и даже одежду. Да, это не самые классные машины и пушки, но человек, у которого нет ничего, будет рад хоть чему-то. Патронами с вами может поделиться опять же друг, скинув свои на землю, или вызвав доставку через Мэри Уэзер, которую подберете вы. Если вы взросли как черт и нужно срочно подстричься, парикмахер в пентхаусе делает это бесплатно. Если пентхауса нет, попроситесь в пентхаус к другу и подстригитесь у него. Как говорится, не имей 100 рублей, а поимей 100 друзей. Шутка. Имей 100 рублей и друзья будут иметь тебя. Если вы играете в GTA Online давно, то скорее всего в курсе, что раньше с игрока списывалось больше денег за оплату всего. И уведомлений было тоже больше. Я точно помню, что было отдельное сообщение об оплате за обслуживание касатки. То же самое было с пентхаусом и бункером. Сейчас этих строчек в игре уже нет. И остались только три вот эти. В день выхода обновления контракта для GTA Online, разработчики написали, что уменьшили ежедневные платежи за недвижимость и предприятие. Возможно, некоторую недвижимость и движимость они вовсе убрали из оплаты. Потому что если войти в касатку, абсолютно никаких ограничений там нет. Как и в пентхаусе, но там мы уже смотрели. Мы с Настей обнаружили небольшое упущение с гонкой импровизации. Если вы запустите ее, не имея денег, игра с вас взнос не заберет. Из-за этого в случае проигрыша вы ничего не потеряете, а в случае победы выиграете деньги. То есть вы ничем не рискуете, в отличие от игрока, у которого деньги есть. Не совсем честно получается. Вот такой эксперимент сегодня получилось у меня провести. Тебе, Рамина, понравился эксперимент? Будешь транжирить деньги, как раньше? Хорошо. Держи, оплатишь счета, помоешься, купишь еды, патронов. Завтра на Кайперику полетим. Грабанем. Надеюсь, видео вам понравилось. Напишите, знали ли вы раньше, что в GTA могут коммуналку отключить. Я раньше даже не задумывался об этом. А сейчас стало интересно, за что я вообще плачу. Спасибо всем за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы играете в GTA Online давно, то скорее всего в курсе, что раньше с игрока списывалось больше денег за оплату... Да ёлки-палки, чип! Субтитры сделал DimaTorzok